Привет! Ну что, сегодня мы с тобой будем этот 7 Plus вскрывать, смотреть, что там, как у него и все остальное. Вскрывался он до меня или нет, или он действительно у нас как с завода, то есть не вскрытый, хотя от смартфонов всего 2 года, казалось бы. Рассказывал я, почему его взял в предыдущем видео, поэтому если что, смотри, сегодня мы будем с тобой, значит, что делать? Во-первых, чистить слуховой динамик, потому что я сначала, короче, его чистил перекисью, потом, собственно говоря, спиртом, потому что есть такие способы, они действительно помогают. А оказалось, что здесь просто вот эта верхняя сеточка, она просто забита нахрен была, и сейчас звук перестал хрипеть, то есть мне даже заказывал второй динамик слуховой, он там 150 рублей что-то где-то стоил, и я понял, что он мне как бы нафиг не нужен. Мы сегодня будем с тобой вскрывать вот эту посылочку, потому что там, кстати, что-то есть. Вот, во-первых, будем вскрывать, во-вторых, будем смотреть аккумулятор, это, кстати, аккумулятор повышенной емкости, опять же, потому что родной здесь, напомню, идет у нас на 2900, вот, а здесь должно быть 3300, вот, и здесь уже емкость просела до 82% всего. Погнали вскрывать и, собственно говоря, смотреть, что да как, на 100. Икс, погнали. Собственно говоря, как я на 6С менял аккумулятор, можете посмотреть в видео, не знаю, оставлю я подсказку или не оставлю, забуду или нет, как обычно это бывает, но, в целом, всегда подсказка остается. Нужно вот так вот. Он еще даже в целлофанчике, смотри. То есть, до этого мне приходила упаковка, она, собственно говоря, была не в целлофане, а сейчас она еще и в целлофане. Это, конечно, интересно. Так, смотрим, что у нас здесь, собственно говоря, в первую очередь написано. 7 плюс, 3,360 емкость. Мое почтение. Дебильная фраза, которую многие сейчас начали повторять, особо он активно ее повторяет. Конечно же, Стас, Стас, тебе привет. Ну, ты задолбался этой фразой, серьезно. Тек. Так, давай посмотрим, что у нас в комплекте. В комплекте, я, собственно говоря, знаете, что ожидаю увидеть? Я ожидаю увидеть отвертку, которая позволит мне открутить металлическую пластину, удерживающую шлифа от батареи, потому что она идет квадратная, точнее, не квадратная, а треугольная. Это самая важная часть, кстати. Вот она. Вот эта вот проклеечка под дисплей для того, чтобы сохранить защиту. Во, и тут еще и на аккумулятор. Вот, собственно говоря, для того, чтобы сохранить защиту от брызг. Это, на самом деле, очень важно. Так, здесь три отвертки. Ну, давай, наверное, мы вот отсюда будем вскрывать. Нежно, аккуратно. Прям вот так. Опа. Так, присоска, медиатор, это все хорошо. Во-первых, что мне интересно? Смотри, во-первых, отверточки стали подписаны. И треугольная, она есть. Ура! Вот. Три отвертки, и они, смотри, видишь, тут звездочка, то есть пенталоп для того, чтобы открутить нижние болты, плюсовая для того, чтобы открутить там что-то еще. И вот это. Насколько я помню, мне придется... Знаешь, что делать? Мне придется... Что это за бумажки тут? Гарантии. Да. Бумажки с гарантией, все остальное. Ну, и аккумулятор сам, да, посмотрим. Аккум сам такой вот. Ну, давай, вынимайся. Да, вот такой вот аккумулятор 3300. В принципе, рожь, большой. Интересно, насколько он отличается, опять же, по толщине от родного. В общем, пинцетик, смотри, как пинцетик-то, нифига себе, шпатель. Ну, то есть, это, скорее всего, знаешь, для чего пинцет? Для того, чтобы скотч родной вынимать. Ну, короче, вот этот комплект меня прям сильно больше радует, чем от 6S. Что, погнали скрывать смартфон. Ну, что, я немножко феном тут прогрел смартфон, собственно говоря, для того, чтобы у нас открылся верхний слой. Ну, как и не верхний слой, господи, этот экран. Болтик вот прям очень легко откручивается. Первый болтик откручивается прям безумно легко. Это меня даже немножко пугает, я бы так сказал. Я заранее извиняюсь, если вам что-то будет плохо видно в процессе, потому что сейчас я буду делать на самом деле все по ускоренной программе, потому что основу вы сами у собой видели. И это, собственно говоря, основу можете посмотреть в плане 6S. Ну, проклейка там есть. Это уже радует. Проклейку я вижу, может быть, мне медиатор для этого идеально подойдет. Да, проверим. Да, то есть, ребят, проклейка там стоит. И такое у меня есть прям ощущение, что она, походу, родная, стандартная, потому что она прям пипец. Жесткая, сволочь. Просто я впервые скрываю айфон, который с проклейкой, потому что до этого, вы сами видели, что айфон скрывался. Там проклейка была только вверху, а здесь вот она по всему периметру. Ну, собственно говоря, наверное, все. Проблема, наверное, будет заключаться еще в том, что надо будет потом это все вот лишнюю вот эту проклейку удалять. Ну, чтобы наклеить родное. Все такое. И здесь все аккуратненько. Вот на дисплее стоит вот эта вот херь. Отсюда у меня вопрос, менялся ли здесь экран или нет, и я понимаю, что менялся. Я вижу здесь отпечаток. То есть в айфон лазер. Вот так вот. И проклейка, кстати, не по всему периметру. Она присутствует здесь вот чуть-чуть. Чуть-чуть она прям местами здесь была. Вот по бокам видно она была. А вверху и внизу... А, ну, вверху и внизу нет, тоже она есть. Но странная. Да, в айфон лазер, меняли дисплей, судя по всему. И дисплей, раз он у нас стоит вот с этой вот херней, скорее всего, китайский. Хотя здесь вот оригинальное яблочко, штрихот. Но мы знаем, что китайцы могут и это подделать сейчас уже больше. Этим особо никого не удивить. Да, это, конечно, немножко меня расстраивало. Чуть-чуть. Но учитывая, что дисплей работает нормальный и все остальное, то это не особо важно. Не особо страшно. Ну, в принципе, я смотрю, здесь по сути-то больше ничего не менялось, не вскрывалось. То есть тут все как было, так и осталось. Даже в аккумулятор походу не лазили. Потому что болты не тронуты. То есть меняли только экран. Все, погнал я, короче, чистить динамик и все остальное. Вы увидите уже, когда я буду примерять аккумулятор. Я вот сейчас сижу, уже, наверное, минут 15 удаляю по борту дисплея, собственно говоря, остатки клея. Потому что их тут безумно много осталось от этой ленты, которая установлена. И уже, собственно говоря, вынул отсюда динамик, почистил его, собственно говоря. И надеюсь, что теперь он будет нормально работать, потому что до этого он слегка похрипел. Это меня раздражало. Оказалось, что сеточка просто была забита. Хотя до этого я его прочистил, собственно говоря, этот динамик. То есть как прочистил? Я повторюсь, опять же, водка, спирт и перепись. И, собственно говоря, максимально громкость включаешь, и все нормально становится. Но в него реально лазили. Мне вот это, конечно, нагорчает чуть-чуть. То есть вот эта вот, это не оригинальная крышка, потому что ее не должно быть. Поэтому, скорее всего, стекло не менялось. Дисплей менялся в каком-нибудь сервисе. Потому что, ну, пальцы есть. Это неприкольно. Причем это не я наляпал. Вот, ладно. Откладываем экран в сторону. И погнали снимать, собственно говоря, Таптика-Энжин. И вот это вот, видите, ленточки, батарейка. Погнали. Да и в Таптик-Энжин лазер. Потому что, видите, какой-то покос у нас от страны. Блин. Ладно, что уж теперь делать. Будем, собственно говоря, работать с тем, что есть. Субтитры сделал DimaTorzok Это оборвалась бель. Она не тянулась толком. И оборвалась. Сволочь. Пиздец, и оторвется. Оторвалась тоже. Вот и жопа. Будем выковыривать аккумулятор на нас сейчас. Выключил запись, смог подцепить скотч и вытащить крайнюю полосочку. Но осталась средняя, к которой я не могу подобраться, к сожалению. Поэтому она просто еще прилипла к самому корпусу. И вот ее вытянуть оттуда, это прям большая проблема. Мне просто не хочется реально лезть туда лопаткой и вынимать так его. Может быть, получится все-таки. Может, не получится. Нет, походу, не получится. Ладно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому Не хотела никак ему прям отдираться. Но я это все-таки сделал. Немножко приподняв аккумулятор. Да, бардак тут, конечно, у меня теперь лютый. Главное не потерять болты. Где, черт, куда, откуда. Теперь надо его отсоединить. И, собственно говоря, нужно будет расстрелить. Ну, там, собственно говоря, здесь-то и прилип. Так, теперь нам что нужно? Нам надо, знаешь, что? В первую очередь сравнить, конечно же, толщину и все такое. Ну, и толщина очевидна. Нахоновский аккумулятор. Вот прям, как тебе показать? Да. Нахоновский аккумулятор, он прям... Ну, прям, блядь, прям, ну, что сказать, он толще. Там, сильно толще. Ладушки будем ставить. Будем проверять, подключать. Смотри, ну, подходит он сюда, конечно же, как литой. Погнал тестить. Ну, что, он, собственно говоря, включается. Это уже неплохо. Так, клейка этой до хрена осталась в корпусе. Это прям, пипец. 45%! Экран работает, это радует. Тек. Погнали смотреть емкость аккумулятора. 100%. Гуд. Теперь... А как не выйти назад-то? Ты должен... А, вот, поднимать нажатие. Теперь мне... А зачем мне, в принципе, назад вышло? Не ясно. Мне теперь надо зайти сюда. Аудиовизуальный элемент. Топ, правый, динамик. И, в принципе, можно опять выйти назад и послушать звуки. Ясно, короче, не отходя от кассы. Сейчас буду, наверное, прям сразу и смотреть, что у нас с динамиком. Потому что мне не нравится его звук совсем. Я прям не понимаю, от чего там такой звук, от чего там все дребезжит. Потому что вроде бы, вроде бы я там все почистил. И он продолжается вовсе требезжать. Неужели его действительно надо менять? Он будет прям... Медосадный. Вот, то есть, если здесь смотреть, динамик-то чистый прям. Почему он так звук сдает, непонятно. Субтитры сделал DimaTorzok Динамик-то чистый прям. Не знаю, так вроде больше не хрипит. Но и батарея, кстати, обратите внимание, особо быстро не уходит. Это как бы плюс. Дисплей надо будет весь от клея очищать. Какой кошмар. В общем, пока можно приступать обратно к сборке. Потому что сейчас, пока я вижу, что более-менее работает. Это уже хорошо. Чё, проверяю, насколько быстро садится батарея. Вот, то есть, я прямо сейчас скачиваю приложение. Внутри, по сути, я всё более-менее почистил. То есть, края, каёмки. Осталось почистить ещё динамики. Вот. Потом буду очищать дисплей. Сейчас как только убежусь, что с батареей всё нормально. И она не разряжается, как умалюшённая. Тогда будем делать уже всё на совесть. То есть, потом мы уже начнём проклеивать саму батарею. Ну, и проклеивать экран по периметру, когда всё будет чисто. Ну, чё, собственно говоря, телефон собрал. Проклейку всё остальное установил. Долго я с ней, конечно, мучился. И всё остальное прочистил, собственно говоря, все эти входы-выходы микрофонов и так далее. И, ну, в принципе, огонь работает. Поэтому остаётся теперь дело за малым. Подписаться на меня в Twitter. Подписаться на мой паблик в ВК. Также ещё и Telegram-канал. И посмотреть, как, собственно говоря, будет держать батарея. Потому что спустя некоторое время я, скорее всего, поделюсь, конечно же, с вами мнением. Скорее всего, конечно же, мои любимые слова. И расскажу, соответственно, как она держит и всё остальное. А чуть позже вообще будет ролик. Я так думаю, спустя там месяц, может быть, посмотрим, как она будет завести в использовании. Пока работает и гуд. Сборка, конечно, мне немножко неловко далась. Потому что проклейка легла по центру. Ну, господи, по центру, а по периметру получается. А дисплей здесь он накладывается вот так вот. То есть, соответственно, его сначала надо было там, сверху подсунуть. И, соответственно, теперь потом здесь. Куда-то полез не оттуда. Всё. Поэтому, собственно говоря, ссылочку на батарею, как обычно, оставлю в описании. Мне безумно понравилось. Надо 5 фунтов почистить. Тут что я вас заляпал немного уже тут весь. Но, соответственно, батарейка вот такая вот. Всё. С вами был Тони Дизер. До новых встреч. Всем скоро увидимся. Все ссылки на социальные сети, как обычно, в описании. До новых встреч. До новых встреч. Всё. Покеда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова